Здравствуйте! На телеканале Интекс программа PostFactum. 1 октября на электронную почту учреждения образования поступали письма с сообщениями о минировании. О случившемся представители администрации школ незамедлительно сообщили в милицию. На место происшествия прибыли спецслужбы. При необходимости детей и работников учебных заведений эвакуировали. Ни одно из полученных сообщений не подтвердилось. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Днем 3 октября в Боровках на одной из дворовых территорий на улице Франциска Скорыны 28-летний местный житель на автомобиле Мерседес совершил наезд на внезапно выбежавшую из-за припаркованной машины 9-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован. Днем 3 октября на улице Тельмана напротив автобусного парка произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, женщина за рулем автомобиля Киа двигалась по улице Тельмана со стороны Белмаркета. На перекрестке улиц Тельмана Кабушкина и сержанта она решила развернуться, однако для разворота ей не хватило радиуса, и женщина начала двигаться задним ходом. В этот момент со стороны Алексеевского рынка двигался автомобиль Volkswagen. Водитель на Киа въехала в него, после чего, продолжив движение задним ходом, столкнулась еще и с фурой. В результате удара легковушка вылетела на тротуар и врезалась в светофор. Женщину-водителя Киа с места аварии увезла скорая. Автомобили получили механические повреждения. 4 октября в час 55 на 47-м километре трассы Р-99 в Баран-Чеслоне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого потребовалась помощь спасателей в деблокировке. Как стало известно, в результате столкновения большегруза DAF и легкового автомобиля Opel Vectra, в салоне легкового автомобиля заблокировано два человека – водитель и пассажир. Спасатели отжали искореженные элементы кузова и извлекли пассажира 2001 года рождения, находившегося на заднем сидении за водительским креслом. Мужчину уложили на носилки и передали бригаде скорой медицинской помощи. Он госпитализирован в Слонимскую больницу. Водитель легкового автомобиля 2002 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливается личность женщины, которая подозревается в хищении кошелька со стола, предназначенного для перекладки приобретенного товара в магазине «Верос» по улице Комсомольская, 13, причинив тем самым ущерб потерпевшей. Просьба к лицам, обладающим какой-либо информацией о личности женщины, изображенной на фотографии, сообщить по телефону 48 96 42 или лично обратиться в 104 кабинет Барановичского Следственного комитета по адресу улица Советская, 77 2. Барановичским ГОВД разыскивается пропавший без вести Слушко Владимир Юрьевич, 1997 года рождения, инвалид второй группы, страдает шизофренией, о местонахождении которого неизвестно с 20 сентября 2021 года. На вид 25 лет, рост 170-174 см, подощавого телосложения, был одет байка черного цвета с надписью «желтого цвета» на груди, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета с белыми вставками, может находиться на железнодорожных вокзалах, передвигаться в электропоездах. Отделом внутренних дел Барановичского госполкома разыскивается без вести пропавший Петрушко Виталий Михайлович, 1975 года рождения, уроженец города Барановичи, который 3 августа 2021 года самовольно покинул отделение нейрохирургии Барановичского городской больницы. И о его местонахождении до настоящего времени ничего не известно. Просим граждан, которым что-либо известно о данном гражданине или располагающих какой-либо информацией о местонахождении, сообщить в Барановичский ГУВД по телефону 102 или в отдел уголовного розыска по телефону 48 47 15 или 48 48 16. Отделом внутренних дел Барановичского госполкома разыскивается без вести пропавший Лазовский Олег Анатольевич, 1968 года рождения, проживающий по адресу город Барановичи, улица Лесная, который 1 июля 2021 года ушел из места жительства и его местонахождение до настоящего времени не установлено. Также, по имеющейся информации, пропавший может работать по ступам на подбище коров в Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Просим граждан, которым что-либо известно о данном гражданине или располагающих какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить в Барановичский ГУВД по телефону 102 или в отдел уголовного розыска по телефону 48 47 15 48 48 16. Пинским РОВД устанавливается местонахождение 14-летнего Дырмана Ярослава Александровича. Утром 4 октября он ушел из Молотковичской вспомогательной школы-интерната. До сих пор его местонахождение неизвестно. Имеет особенности развития. Приметы. На вид 13-14 лет, рост 155-160 см, плотного телосложения, светлые волосы. Над губой справа имеется родимое пятно. Был одет в черную куртку, черные брюки и кроссовки синего цвета. Если вам известно о местонахождении подростка на фото, просьба сообщить в Пинский РОВД по телефону 80 165 31 20 00 или по телефону 102. В Барановичах правоохранители задержали 4 молодых людей, которые избили мужчину. В милицию позвонил 47-летний местный житель и рассказал, что его избила компания молодых людей, состоящая из 4-х человек. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД. Со слов пострадавшего, незнакомцы напали на него беспричинно, но ничего не украли. С помощью записи из камер видеонаблюдения личности правонарушителей были установлены. Ими оказались жители Барановичей и Барановичского района, один из которых 16-летний юноша. Компания пояснила, что между ними и потерпевшим возник конфликт, так как последнему показалось, что молодые люди оскорбили его. Однако, как утверждают сами молодые люди, никто потерпевшего не оскорблял. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело за хулиганство. Теперь им грозит лишение свободы до 6 лет. В Барановичах 75-летний мужчина напал с кулаками на подростка. Случай произошел вечером. Школьник возвращался с факультативного занятия. Когда шел домой с остановки, на него напал неизвестный мужчина. Беспричинно ударил несколько раз. Прохожие заступились за подростка. Хулиган скрылся. Отец ребенка сообщил о произошедшем в милицию. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника. Причину своего поступка он не смог пояснить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса. Хулиганство. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин